Продолжая тему физической подготовки для всех категорий населения, в ДРС «Спорта юность» провели региональный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди муниципальных команд. Чем закончилось противостояние сборных, расскажет наш спортивный обозреватель Дмитрий Иванов. Зачем выполнять нормативы современного ГТО? Обязательным комплекс так и не стал, зато практическую пользу за 8 лет новой жизни обрёл. При поступлении в высшие учебные заведения за золотой знак отличия можно получить бонусом до 10 рейтинговых баллов. Да и в корпоративной среде спортивные усилия тоже обретают прикладную мотивацию. Руководители предприятия, своим работникам, которые выполнили нормативы на знаки отличия ГТО, дают премию, льготы какие. Вот не надо далеко ходить. Вот Владимир Владимирович Матвеев, вот находится спорткомплекс «Юность». Он уже такую практику тоже проводил. У него, кто выполнил нормативы, получили премию. В муниципальном фестивале стартовало 13 команд, по 12 человек в каждой. Возрастные ступени участников, согласно градации ГТО, от 3 до 8, то есть от 11 до 49 лет включительно. Для испытаний выбраны вполне доступные упражнения. Бег, прыжки, гибкость, отжимания для женщин и подтягивания для мужчин. Приятно, когда мы собираемся и пробуем свои силы не только в воде, и в беге, прыжке, подтягивании. Ну и, конечно, за свой город, за Светлогорд, всегда готовы, в любое время. Большая честь выступать за свой район. И, скажем так, я в некоторой степени сейчас испытываю те ощущения, будучи активной спортсменкой действующей. Ну и гордость, естественно, за себя, за свою команду, за свой муниципалитет. Проходит отбор, не просто так набираем команду, чтобы выступали достойно, представляли свой район. Поэтому мы готовимся к этому. Ежегодно надо держать себя в форме в любой момент. Не сказали, какие соревнования. Человек должен быть готов всегда. Наиболее прыткими оказались черняховцы, опередившие в тройке призеров представителей Гуревского муниципального округа и 17-го лицея Калининграда. За стремление к победе лучшим вручили лицензированную наградную атрибутику. Уже через полгода легендарный калининградский спорткомплекс «Юность» примет национальный финал семейного фестиваля ГТО благодаря чете «Ледик» из Черняховска, уже дважды побеждавших на всероссийском уровне. Дмитрий Иванов, Юрий Твердюк, Вести, Калининград.